Приветствую в своем уютном логове, я Скагокалипсис и сегодня я решил забуриться в одну замечательную игру под названием Вальхейм, игру в которую я давно хотел сыграть и вот наконец-то сегодня решился по случаю скидочки на нее купил игру впервые зашел и сейчас начнем выживание да не простое выживание а по классике моего канала максимально суровое выживание без ошибок без косяков без гибели персонажа ну а если таковая все-таки случится мне придется начинать все заново ну и для начала наверное нужно этого персонажа создать но этот на меня не похож а вот теперь похож превосходно что такое оттенок волос прекрасно это смесь викинга и дворфа меня устраивает это то чего я хочу а вообще сейчас разберемся пусть он будет пусть будет харальд скорее всего харальд долго не проживет поэтому мы не будем к нему привязываться а здесь нельзя принудительно выставить похоже нельзя для персонажа принудительно выставить какой-то режим или или можно сейчас давай выясним вот новый мир имя мира и и и и и но минимум пять символов в минимум мы уложились все превосходно да кстати тут сид публично опубликован можешь поиграть в таком же мире как и я если вдруг тебе по какой-то причине захочется это сделать модификаторы мира обратите внимание могут негативно повлиять на ваш игровой опыт рекомендуем отказаться хорошо спасибо воспламенение без карты ужасно сложно без забот молод погружение самостоятельно но это типа выживания до после смерти все ваши навыки и вещи безвозвратно теряются похоже что это и есть она да только получите прочие постройки понимаю что мы выставляем ужасно сложно количество ресурсов обычная игра без карты наверное да им пассивные враги это не интересно ужасно сложно и погружение а а можно выбрать только один да тогда давай наверное я оставлю сложность обычной пока что все-таки первое прохождение наверное не нужно себя слишком тушить поэтому погружение из карты без порталов и если мой персонаж погибнет в игре ты это увидишь я его просто удалю и мы начнем нового персонажа на новом мире все вот так мы и начнем знаешь я пока закрою форточку а то соседская собака немножечко разогналась ну вот теперь начинаем ну а пока идет загрузка мира ты моя прелесть не забудь поддержать этот ролик лайком своим комментарием и обязательно подписаться на канал если по какой-то причине подписки на него у тебя еще нет большое спасибо загрузка казалось дольше чем это моя пафосная речь да кстати насчет пафосной речи нет с настройками микрофона все в порядке а с загрузкой мира наверное я я скипну этот момент если он будет слишком долгим и затянутым так и должно быть он должен загружаться несколько минут это же наверное генерация да нет нет пожалуйста не надо только не вылетай я тебе заклинаю тут такая крутая крутая эпичная музыка мне нравится мне не нравится то что игра сейчас пытается вылететь окей окей давай перезапустим и и и и и я только сейчас понял что у нас режим у погружение в сраку я не знал я не знал про этот модификатор когда называл мир но теперь это все теперь это теперь это официальное название этого прохождения вольхейма погружение в сраку и конечно если то скотина вообще загрузится о да неужели я как раз успел сходить и налить себе водички давным давно все отец один объединил миры он поверг своих врагов заточил их в десятый мир затем он обрубил ветви которые соединяли эту тюрьму с мировым древом и оставил ее дрейфовать в изгнании на протяжении веков этот мир пребывал в спячке но он не исчез покатали льды возникали исчезали царство десятого мира без присмотра богов когда один услышал что его враги вновь набирают силу окинул он взглядом мидгард и послал своих вас валькири отыскать в них все я не успел прочитать я слишком медленно и пафосно это делал но черная курица несет нас куда-то возможно петух там незаметно там под хотя подожди у нее же действительно человеческая задница тебе не кажется куда несешь меня ты жар птица поведай пожалуйста но вроде все таки не петух но это только вроде там есть какие-то подозрительные ответвления не не разглядеть вы промокли это я удачно зашел приветствую воин приветствую хугин добро пожаловать в десятый мир воин я хугин ослан сюда дабы сопровождать вас и ваших путешествиях мигалиты окружающие вас это жертвенные камни они лицетворяют павших которых вы должны убить чтобы попасть в альгаллу что я могу попасть в альгаллу просто убившись об каких-нибудь я не знаю кто стой я не договорил с тобой лап каких-нибудь не знаю гномов дворфов что там за башня там чья-то башня сходим туда один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим если присмотреться этот камень откроет место призыва ик тюра вашей первой жертвы вам нужно хорошо вооружиться прежде чем попытаться победить это могучее чудище отметить место на карту добавлено новое место и нет карты ничего не добавлено ну что ж принес ветвь поднять древесина хорошо возможно вам понрав вам могут понравиться эти доски большинство предметов необходимо создавать понятно мой младший брат мунин сказал мне что можно сделать каменный топор из древесины и камня хорошо инвентарь открывается на таб классика дубина может быть мне сначала найти камень тебе есть тут какие-нибудь камушки в разбросе вон вон россыпь смотри мари россыпь о действительно каменный топор и молот можно теперь сделать так топор делается из пяти кусков древесины и 4 кусков камня идем добывать как тут есть shift можно бегать смотреть цветочек одуванчик поднять я его съем потом как понять просто одуванчик использовать одуванчик с чем с моим ртом я хочу вас есть ладно меня дискриминирует мне не не дают сожрать одуванчик я этим всецело оскорблен но теперь нам нужно идти дальше мне не нравится вот этот эффект размытия наверное его отключу настройках а тут еще и такие просадки по fps лютые происходят это как будто бы игры далеко не передовая графика она умудряется в бег улучшен хорошо побежали тогда а там березки есть и так понимаю мне их нужно бить кулаком да как майнкрафте уже но это действительно графика меня немножечко набук получай пощечилам своим тупым тощим по моему это не работает а ты кто это твое дерево что ли сейчас и тебе морду набью подожди я был не в духе ну чё устраивает тебя подожди а вот так так лучше и только лес не спали смотри ну вот нечего на меня выделываться что это смола из него выпала смола так пойдем бук добивать он мне все равно не нравится о не все таки древесина падает с него три штуки похоже придется избить еще один бук иначе дерево мне не добыть добавлена смола а древесина нормально теперь наконец-то можно пользоваться топором полагаем можно и драться и рубать хорошо давай вот это бревно раскоцием а то чё она тут лежит вот это древесина теперь хороших количествах еще одуванчик подожди я его не хочу хочу а их тут два было даже надо же вот эта башня она выглядит довольно привлекательно я полагаю что мне нужно на нее забраться осмотреться я не знаю зачем она здесь чисто как ориентир ты что свиньи свиньи мы скоро тоже погладим нашим топором с целью о ее можно сломать давай я не буду этого делать ну что ж харальд у нас с тобой пвп режим зачем мне пвп режим по напердели и лежим о молот это для строительства хорошо значит сделаем молот рубка древесины без оружия а других навыков нет какая-нибудь там добыча минералов ну что ж пойдем делать молот прекрасно молот ремонт костер стопка дров хорошо стойка для готовки вялене мясо камни верстак ну все как обычно все по классике да начните со строительства верстака это ремонт разместить меню строительства о верстак строительство тяжелая мебель ремесленная стойка но мне нужно сначала дров нарубить для верстака может какой-нибудь мудрый дуб срубить а вдруг он обидится мстить мне придет давай пока всякие поваленные бревна отпинаем о хорошо там еще можно пни покорчевать слушай ну здесь по моему хорошая как раз поляна для первого дома это чё за ящерицы это ж ящерицы или мне мерещится у меня дурка уже давай я отключу часть а а а во лучше уже вроде намного лучше действительно какие-то ящерицы никс никс и к иди сюда чё с факелом то уже не такой крутой разбираться да если убрать он факелов боится ты посмотри ух ты с него ничего не падает к сожалению ну или к счастью я не знаю давай я корешей твоих тоже порубаю ух ты я сразу двоих попал да так так нечего тут по моей делянке ходить пост никса а с этого выпало что нить трофей никс разберёмся что такое трофеи трава какая-то махровая слушай мне кажется мне кажется я не все отключил нам 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 а если вот так сделать нет лучше не стало может где-то детализация травы есть частицы света качество растительности давай на среднее поставлю но по моему эта трава все равно выглядит отвратительно здесь и по моему производительность упала когда я снизил настройки непонятно почему но окей окей пусть будет так ладно уж не жалуюсь я потом разберусь с ними основательно и к следующему видосу просто все проверю чтобы по настройкам было нормально еще тени какие-то мутные непонятные что-то я отвлекся какие-то никсы какие-то мне дрова рубить надо заниматься вот этой дурью навык древесины уже прям хорош я не знаю на что он влияет подожди тут написано может на что он влияет а урон то есть типа скорость трубки всего лишь я думал может эффективность кстати вот это вот место о останки скелета обломки костей тут местечко можно наверное использовать в качестве временного пункта временного моего размещения типа нора нет не сучья дворфийская шо верстак должно хватить же да уже хватает так подожди там еще какая-то шляпа из леса идет надо ему объяснить немножечко что он не прав вот и все территория захвачена тут у нас викингийская колония теперь образована так как его как его ротировать а колесико мыши это я привык на R все время делать что это за что это что он мне показывает наверх это типа крыша должна быть или ладно поставлю здесь и разберемся дальше и так что я могу сделать здесь могу улучшить каменные топор и молот для этого нужно улучшить качество до уровня 2 древесина и камень нужно а почему я не могу сейчас улучшить невыполненные условия какие условия а уровень станка у меня маленький слишком так это что это можно починить предмет тут шуршит тут шарится а это ты курица немытая сложные предметы ну это я понял уже да мотыга фермерский инструмент для рыхления земли хорошо кстати а как мне понять хочу я там кушать пить писать какать ну ладно разберемся думаю как-нибудь со временем я предполагаю что мне подожди молот что ты мне позволяешь теперь построить строительство о ну давай будем делать но верстак я так понимаю должен быть просто рядом тут сундук стоячий деревянный факел древесина смола и верстак ну давай поставим здесь чтобы он не освещал окружающую местность так я там что-то видел какой-то параметр воспламенения я не проверял насколько он что это такое давай проверим свиня ты чё вдруг этот параметр он влияет на воспламенение деревянных построек ну непонятно свинина не беси меня сейчас как задам тебе короче не ясно вроде не горит но вроде какие-то эффекты появляются а что ж давай тогда здесь что-нибудь построим хоть ты до меня докопаться хочешь ты чё чё порось совсем обнаглел кстати он меня неплохо так под бок поранул надо аккуратнее поешьте скорее чтобы улучшить здоровье и выносливость о да но наверное мне нужно изготовить костер для начала не хватает камня я все таки не хочу жрать сырую кабани ну я это культурный викинг там что-то а там олень о о о о небо там о небо я просто думал что это может какая-то конструкция тоже кустарного типа не это о небо на небов мы охотиться будем попозже давай насобираю каменьев валунов булыжников но меня апостол не злился за слово камень будем называть валунами булыжниками о смотри тут залежи хорошие все сейчас соорудим где-нибудь тут костерчик вот он наверное как раз должен быть не под крышей а под открытым чистым небом ставим его здесь и теперь использовать предмет угу полагаю если кабанину положить их хвост почему в смысле невозможно использовать вместе о чем мне с ними делать сырыми что ли жрать что значит кабанина и огонь невозможно использовать вместе а как готовить тогда я думал на костре груда костей ограда чистокол плот а вот только для готовки это вообще отдельная конструкция ну ладно давай я поставлю вот так вот красиво все было как раз рядом было а почему что значит под стойкой необходимо разжечь а а ее можно переместить ммм что происходит о пожар а как тушить или оно само потухнет чёрт по моему я что-то сделал не так а все оно потухло превосходно ладно как тебе переместить а все теперь понятно как это работает ну значит ставим стойку здесь все готовим хрючево ну логично сюда сюда потом приладим второй костер будет все в порядке у нас в жизни слушай тут ночь надвигается я еще ни к чему не готов как понять что оно готово оно из нее выпадет оно как раз разберемся а вроде готово да забираем еще надо один хвост никса заложить туда а самому пока употребить а ух ты здоровье повышает выносливость повышает а здоровье типа он максимальное что ли повысил а как погоди а вот это 15 это тогда чего ладно давай еще одну съем двойной эффект так это максимальная а текущая там не как восстановить поспать может быть волшевая туника а она на мне что ли как понять а все я понял надеть снять ну так теперь все работает а вот здоровье восстанавливается вижу у костра что ли или в принципе постепенно да наверное она просто регенерирует понемножечку хорошо то есть когда я сыт и серят у меня все в порядке в жизни у меня регенерируется здоровье у меня повышенного максимум повышена выносливость а вот когда я а когда я голоден я не я вам холодно хорошо то есть принес весть ну может в тепло подойдешь тогда чтоб мне ее донести эту весить свою давай я начну потихонечку строить здесь разного рода полы 2 на 2 что маленький такой а есть что-нибудь покрупнее чтобы сразу прям покрыть похоже что нет есть еще меньше сейчас сейчас будет хорошо с твоей вестью надо только давай его вот так вплотную к так вот так какие условия не выполнены а дерево у меня кончилось ладно пойдем поговорим с тобой я факелом пока погреюсь вот сдрысни пожалуйста а ну это я и так знаю без тебя да 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 укрытие защиту от огня у меня все есть я уже готов я уже смешарик вообще наверное нужно заняться рубкой чего-нибудь не знаю если это дерево упадет сюда мне лучше не отходить от костра пока что что мне всю ночь у него караулить что ли или можно иногда отходить и там не знаю заниматься всякими делами с сохранение мира через 30 секунд отлично по-моему мне это вообще мне от этого сейчас не холодно не жарко так прохладно ну что ж давай рубанем ааааа дубы топор не берет я понял ну в общем-то это и логично если подумать да судя по всему будку я себе построить так и не смог в первую ночь поэтому придется куковать у костра ну с другой стороны мне не холод нет ладно мне холодно даже когда я горю это скорбно хотелось бы чтобы такого не кусок угля я хрючего свое что ли сжег да я не нашел ногу я нашел кусок угля значит я ее случайно сжег и этого не заметил трофей никса а что мне с ним делать пока не ясно что мне делать с трофеями никсов но и тут не написано что с этим совсем делать дубины блокирование мечи топоры давай я это натренирую прыжки и так понимаю здесь что что мне дает тренировка прыжка высота прыжка выносливость хорошо ну давай тогда прыгать исключительно ради тренировок ну а чем еще мне голым ночью заняться где я так понимаю одежда на верстаке делается отдых написано нет щиты холчовая туника холчовые штаны да делается на верстаке из кожи о тут я могу отдохнуть я вообще не очень понял как это работает комфорт 1 укрытие что тут комфорт 3 есть ли здесь кровать чтобы мне ночью пережидать но похоже что я не умею пока делать кровати как ее сделать мне неизвестно ммм тут смола тоже требуется для поддержания пламени но хотя бы не сейчас ладно давай продолжать тренировки наши прыжковые что периодически подгорает но вроде вроде пожара от этого костра нет поэтому пока терпим о еще прыжок хорошо надо свиней пойти нарубать будет так а факел меня греет нет факел к сожалению меня не греет поэтому мне нужно пока луковать действительно вокруг костра и тут длинные ночи однако по положению луны можно определять когда она закончится тоже как в майнкрафте надеюсь что да надеюсь что скоро наступит утро ясное стрелы лук дубина молот мотыга деревянные щиты башенный щит сопротивление силе ну да башенный щит собственно вполне логично что он тяжеленный починить предмет волшебая туника а он никакие ресурсы не используют для починки нет никакие я думал требуется ресурсы чтобы что-то чинить бодрость на 10 минут что делает бодрость я могу как-то проверить свои эффекты по-моему не очень что какой-то баг что ли а это трофеи список но опять же я не очень понимаю что это делает активные эффекты вот они есть а восстановление здоровья восстановление выносливости восстановление эйтра эйтр это наверное что-то типа маны да его пока у меня нет и я вообще не уверен что это мана может я сам себе это придумал пойдем значит сейчас охотиться на кабанчиков и надо добывать древесину чтобы построить хоть какой-то в каком-то виде дом вот самое главное я полагаю мне сейчас это дом и одежда и то и другое можно добыть с помощью моего верного дубина топора с его тяжелым боньком можно попробовать наверное развалить эту башню а то чё она там такая стоит вся это рассвет или это северное сияние мне вот интересно она вот эти ветви великого древа залезать можно такое ощущение что где-то они как будто бы заканчиваются и может быть я искренне не могу понять рассвет это или это полярное сияние так ярко себя показывает на рассвет это не похоже потому что ну здесь все еще темно как в сраке данмера ну давай расцветай же быстрее я хочу свиней гонять вон глянь какие они наглые о день второй ну да походу рассвет что мне уже не так холодно нормально ну иди сюда порось о трофей кабана хорошо кожица с него была налутана ну кабаны легенькие нет каких то с ними проблем кожа с них лутается трофеи с них лутается а ну я так понимаю трофеи это чисто для украшения дома да там опять хугины что ли и как их там зовут да снова высадились ты погляди корешей своих ищите пойдемте я вам покажу я провожу подожди сначала свиню сначала свиню теперь вас ребята ну они вроде как еда поэтому можно их наверное никсы пугин это эти двуногие чертилы которые ходят мне жить мешают а никсы это типа ящерка что вы тут ищите вообще ребят ну видимо лещи они ищут вы их нашли я вас могу поздравить ребят так пойдем дальше падшие деревья собирать и уже все таки надо построить какой-никакой себе домик чтобы в нем можно было спокойно ночевать и нужно понять как делается кровать в этой игре ну там еще такие камни я думал это моя уникальная хибара но к сожалению нет туман прекрасно ну я вроде как никуда далеко от дома не отхожу поэтому можно не париться насчет тумана опа кабанчики еще кабанчики сейчас все из них штаны сошью хорошо будет ах ты гадина когда капан попадает это прям жестко так такой болючий весьма надо кстати бег тоже прокачивать не забывать об этом что здесь все качается наверное сфинктер тоже будет качаться если как бы по назначению его использовать они как некоторые получается делаем штаны угу превосходно так ничего из этого улучшить я пока не могу чтобы улучшить нужен повысить создавая улучшения какие улучшения может мне дом себе улучшать нужно давай потихоньку буду развивать хатное строительство собнесем верстак ты сюда не влезет а под этот камень не засовывает ты посмотри а сюда а у меня древесина кончилась опять давай посмотрим если я буду рубать эту башню с нее какие-то ресурсы опадут не запрыгиваешь что ли уж тренировались с тобой выпадают ну как то это очень скромно выпадают поэтому наверное лучше проверенным методом ковырять пеньки а другое дело но башню мы тоже разберем чуть попозже просто так ну теперь половой вопрос решаем или не решаем что сюда не лезет под верстак тоже не становится да надо верстак сдвинуть а я тут не вижу перемещения предметов я тут пытаюсь понять вот так что ли ой а подожди мне вроде вернулись за него ресурсы да ну давай тогда я построю а без верстака оно не ставится да что ты будешь делать ладно ставим верстак сюда если я его поставлю сюда у меня вся задумка ломается я хочу чтоб верстак был в этой дырке ладно давай я его еще раз поставлю здесь потом сломаю и переставлю туда все все пол готов верстак убираем вот теперь весь замысел завершен стойка должна быть в помещении в смысле а она где я ж только что ее поставил сюда она работала в прошлый раз ты че мне затираешь я сломал верстак по итогу я пытался его починить в итоге сломал как так можно ох 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 наверное это каменная конструкция тут определенно лишнее возможно есть смысл ее просто все это переставлять наверное да но давай наверное мы этим займемся уже в следующий раз потому что я полагаю что для первого раза заход вполне успешный я наковырял местные живности сшил себе штаны развел костер покушал вкусно ну а в следующей главе уже будем строить дом а ты никуда не уходи я заварю нам чаю ну а 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 трудно все основhealth